Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря есть несколько релизов, на которые стоит обратить внимание. Это первичные заявки на пособие по безработице в США в 12.30 по GMT и в 14.00 по GMT еще и продажи на вторички. Это все статистика по рынку недвижимости, которая нас интересует, потому что мы понимаем, что такая статистика точно может стать доказательством негативного влияния высокой процентной ставки на рынок ипотеки и, соответственно, на американскую экономику в целом. Я много раз уже делал отсылку на то, что при текущей процентной ставке спрос на ипотечные кредиты в США существенно снизился. И, конечно же, если допустить, что американский регулятор пойдет дальше и повысить ставку до 5,75%, что, мне кажется, маловероятно, но если такой сценарий все же будет развиваться, то, конечно же, рынок недвижимости еще значительнее просядет, хотя проблемы на нем уже фиксируются. Вот, например, вчерашние данные по продажам тоже недвижимости, выданных разрешения на строительство, видели негативную динамику. Фактически в прошлом месяце показатель снизился на полтора процента. Прогноз был крайне оптимистичным, ростом на 3%. Но, если быть реалистом, конечно же, адекватно оценивать текущую ситуацию, мы заранее понимали, что недвижки сейчас не на чем расти. Первичные заявки на пособие по безработице – это еженедельный отчет. Обычно мы не обращаем на него большого внимания, но сейчас рынок нам сам подсказал, что такого рода статистика важна, потому что доллар практически реагирует на каждый релиз по первичным заявкам в последние недели. Потому что эти еженедельные релизы позволяют нам сформировать общее представление об американском рынке труда. К нему тоже есть определенные вопросы. И чем дальше будет больше подтверждение того, что этот сектор под давлением, тем тоже больше будет доказательств, что Федрезерву нельзя больше повышать ключевую процентную ставку. Последние данные по первичным заявкам на пособие по безработице показали, что их число достигло максимума за последние полтора года. И также сегодня первое, кстати, событие, если говорить по хронологии, по времени того, когда они должны произойти, в 9.00 по GMT еще выступление Кристин Лагард относительно перспектив европейской монетарной политики. Но ранее я убрал из портфеля пока что европейскую валюту, поэтому сейчас, наверное, не стоит особо делать акцент на нее, потому что евро особо и не показывает какую-то мощную волатильность. Евро нуждается в более серьезных фундаментальных триггерах и в более серьезных движениях индекса доллара. А вот индекса доллара нас интересует. Предлагаю перейти непосредственно к нему. Текущие котировки 102.73. Центральная тема, собственно, как и раньше, это потолок государственного долга. За последнюю торговую сессию, то есть за вчерашний день, ничего не поменялось, друзья. Потолок долга не повышен, не рассматривается даже альтернативный вариант, его полные отмены, хотя еще несколько месяцев назад Джан Кель, например, предлагала такой вариант событий, чтобы выиграть время. Демократы и республиканцы по-прежнему не готовы идти на уступки, проходят переговоры раунд за раундом, как на высшем уровне, так и на уровнях пониже. Буквально последняя встреча позавчера, перед тем, как Байден отправился на саммит Японии. И соглашения, как вы понимаете, нет, но после этой встречи оба лидера, в частности Байден, лидер демократов, и Маккарти, еще спикер Палаты представителей и лидер республиканцев, выразили надежду, что соглашение все же удастся достичь в ближайшей торговой сессии. Это рынок немного успокоило, был даже какой-то особый энтузиазм в отношении доллара, его покупок. Но вчера, друзья, демократы в Палате представителей, то есть фактически партия Байдена, запустили голосование, петицию с сбором голосов о том, чтобы поднять патологу средственного долга в обход республиканцев. Я думаю, что это явно указывает на то, что между партиями сохраняются очень серьезные противоречия, возможно, даже непреодолимые на текущем этапе, что поможет нам дальше обращать больше внимания на эту тему и осознавать то, что отсутствие компромисса в ближайшие торговые сессии и даже недели будут усиливать вот эту неопределенность политическую на финансовых рынках и провоцировать, возможно, даже рост панических настроений. Но мы знаем, что это тактика республиканцев сейчас, потому что здесь даже вопрос не в экономических перспективах. Республиканцы тянут резину, потому что хотят, чтобы вот этот период турбулентности на финансовых рынках и неспокойствие начало ассоциироваться с неэффективным, недальновидным курсом демократов, потому что выборы уже совсем скоро и чем дольше американцы будут осознавать, что при демократах не так уж и хорошо, тем больше шансов у республиканцев уже в следующем году занять овальный кабинет и Белый дом. Поэтому я считаю, что на текущем этапе доллар точно не стоит осматривать как инструмент, являющийся тихой гаванью, но не сейчас, друзья. Когда кризис касался бы какой-нибудь другой экономики, либо в целом мировой экономики, то тогда да, возможно, доллар еще сохранил бы этот статус. Но когда мы допускаем вероятность дефолта, причем очень скоро, 1 июня, как ранее отмечала Джанет Хиллен, закончатся средства на финансирование госрасходов и обслуживание всех долговых обязательств, финансирование федеральных учреждений. И может наступить экономическая катастрофа с обвалом фондового рынка, с просадкой доходов и с глубокой рецессией, которая затянется на многие годы. В таких условиях я вижу больше риск даже обесценивания доллара. Что касается макроэкономических отчетов, уже отметил, рынок недвижимости чуть подвел вчера, ранние роничные продажи тоже оказались хуже, чем эксперты прогнозировали. Текущая оценка вероятности повышения процентной ставки все такая же низкая. В июне чуть больше 20%, вероятность повышения ставки в июле меньше 20%. То есть на данном этапе можно сказать, что ставку не поднимут. Поэтому я не понимаю, почему доллар так активно тащат вверх и думаю, что все-таки ситуация изменится. Золото. 1982 доллара за тройсконсул. С учетом того, что я сказал сейчас в отношении потенциала, именно отсутствия компромисса по вопросу потолка государственного долга, угрозы дефолта в США, хочется снова купить золото. Но не могу себе позволить это, друзья, потому что не могу пойти против рыночного сантимента, который сейчас указывает на то, что 70% трейдеров золото покупает. Пока не изменится распределение большинства и меньшинства, я не буду рассматривать длинные позиции. Я сохраняю статус коин, не жалею, что вышел из этого актива буквально день назад. По другим инструментам. Фонд против доллара 1.2479. Ждем пробоя закрепления выше планки 1.25. Вчера состоялось выступление главы банка Англии Эндрю Бейли, который, как и ожидалось, все же коснулся перспектив национальной монетарной политики и признал, что высокая инфляция заставит регулятор действовать агрессивнее и активнее. Не уточнал, что это значит, но мы сами додумали еще ранее после заседания Банка Англии, что регулятор может пойти на повышение ставки на 50 байсных пунктов на июньском заседании. Это вполне реальный сценарий. Я жду, соответственно, дальнейшего ралли по этому дуэту финансовых активов. По паре доллар-канадий тоже ничего не меняется. Цель 1.3360 пунктов до нее. Очень рассчитываю, что после последнего релиза по инфляции мы все же доберемся до этого уровня, потому что канадский доллар заслужил собственное укрепление против американцев. Учитывая, что через две недели состоится заседание Банка Канады и после текущих данных по инфляции канадский регулятор может стать еще одним регулятором, который пойдет следом за ЕЦБ, за ФРС, за Резервным банком Австралии и повысит процентную ставку. И рынок нефти 76-79. Сейчас настроения противоречивые. С одной стороны, негатив связан с китайскими данными и, соответственно, сигнал, что экономическое восстановление будет не таким динамичным. С другой стороны, оптимистичные прогнозы от ОПЕК и от Международного антического агентства. ОПЕК, в частности, делает большую ставку на Китай, что спрос в Китае в этом году вырастет на 800 тысяч баррелей в сутки. В целом, по мировой экономике, рост в этом году будет, по версии Международного антического агентства, составить 200 тысяч баррелей. И он увеличится до 102 миллионов баррелей в сутки. Я пока что в коротких позициях. Будем следить за развитием событий дальше. И, соответственно, будет причина закрытия. Эти шорты я на брифинках обязательно расскажу. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей вам торговой сессии. Всем пока!